всем доброе при доброе утро сегодня такая красивая буду краситься я вчера себе на ночь ночью сварила обшенную кашу с колобаса с тыквой которые я сперла помните в инстаграме показала кстати и вот такой у меня завтрак будет дети с тыквочкой я такой не очень люблю но в кашу мне кажется она нормально и это можем можно сказать вкус детства туда добавила немного сиропа гавы и цикорий как всегда сейчас сюда молоко добавлю и все и так у меня завтрак и и бегом-бегом на работу такое вот у нас утро люблю здесь наблюдать вот это вот квартира моей клиентки знаете какой у нее вид классный хотя в принципе чё знаете у меня есть видео с ее дома и с ее квартиры если не забуду доставлю вам ссылку гостях у клиентки называется и там вид вообще шикарный время 10 каждый час вот так у нас бьют колокола выбивая час не знаю по моему с 8 или с 9 утра здесь не болгой сильно поспать не даст фонтан тоже включится магазин у нас вот он все как цивильно правда он хочу откроется хочу не откроется еще надо вот эти цветочки полить они все за звук сажу видите еще у меня батарейка садится но я все равно на работу поэтому и пускай она садится дома и заряжу на обед у меня будет селедочка я вчера ее достала из заморозки я когда в русском бываю покупаю 2-3 селедки и их замораживаю и потом когда мне хочется просто достаю вкус от этого не теряется кто-то говорит она не такая у меня мне для меня все такое же и я еще в ней уверена что там нет всяких червяков но даже если они есть они уже все сдохли давным-давно и в общем у меня там вновь не возродятся я творю себе картошку пополам с кабачком будет такое кабачковое картофельное пюре как вам такая идея с укропчиком все посыплю все как надо лучок сейчас замариную в этом в уксусе будет моя еда готова сейчас наложу на тарелочки не буду кушать здесь пол кабачка и одна большая картошка всем приятного аппетита а Мы все в том же парке, на улице все та же погода, градусов 28-30, наверное, не ветерка, ничего, но гулять прям хорошо. Да, Чарли, тебе нравится? Как всегда погуляем и пойдем в спортзал. Народу мало здесь в это время, они, наверное, попозже придут сюда, потому что сейчас как бы время 5, после съеста, наверное, у них полдник. Да, моя сладкая рыбка, а у нас уже не будет полдник, у нас все, мы уже жрать не будем, ну, если только какой-нибудь фруктик. Слышите, птички как поют. Ходим и гуляем. Дейжавин. Смотрите, у нас манго уже 49 копеек стоит и 59 копеек. Так дешево, здесь 69, у них тут конкуренция, поэтому они между собой делают цены, кто их меньше снизит. Ну, а мы все в выигрыше. Они между собой соревнуются, а покупатели довольны. Ну, 69 копеек, это вообще ни о чем. Надо затариться. А в магазине два с лишним, представляете разница? Три раза, а то и больше. Да, Чарли? Сейчас возвращаюсь домой, гляжу, у мужа в машине, окно открыто, заходите, и все такое. И сосед такой говорит, у меня им говорят, машина-то открыта, окно. А я говорю, ну да, сейчас пойду закрою, представляете? А я вообще часто у вас тут бывает такое, что окна открытые в машине. Если уж честно сказать, у меня тоже такой пара раз было. Не мое, а соседнее, которое. Потому что свое-то закрыла и пошел. Хорошо, хоть оно тут рядом в машине. Я возвращалась. Он там стоит. А я думаю, то ли у него окно такое чистое, и то ли оно нафиг такое открытое. Ой, не могу. А вы оставляйте окна машин открытые? Хорошо, у нас дожди мало идет, а то бы так, блин, пипец. Приходишь, а все с кресла сырое. А еще я люблю подглядывать. Обычно вот это окно всегда закрыто. Это у нас как колодец или оху. Глаз его называют. Обычно у нас вот там, как у нас такие, лестницы, да, на крышу. А на нижних этажах ничего нет. То есть на среднем. А на нижнем у них вот такая вот как тоже терраса внизу. Белье висит, зонт стоит. Нафиг, правда, нужен? Там все равно никогда солнце не зубает. Вот. Мне интересно, может, смотрите. Это какой-то одной квартире. Это какой-то одной квартире. А там еще есть. Такой, скажем, глаз или колодец. Вот у нас внизу на две квартиры вот этот колодец. И у них там стиралки стоят из этого. Кстати, вы обратили внимание, я брови накрасила. Они сейчас подсмоются после бассейна. И все дела будут намного красивее. И еще у меня глаза прозрачны. Так что не ужасайтесь. Все нормально. Кстати, это мой походной лук. Я сейчас переодеваюсь. Надеваю кроссовки. И вперед в спортзан. На сумму волны. Сегодня в бассейне народу столько было. Мама, не горюй. Короче, ну я еще не успела походить, как говорится, на беговой дорожке. Странно звучит. Походить на беговой дорожке. Но все-таки. Перед занятиями. Я после занятий пошла. Кстати, намного лучше походила. Ну, в том плане, что легче. Потом пошла в бассейн. А там, там, что творится? Как джакузи. Все кипит. Я вообще не понимаю. Дети кругом. Дети маленькие, взрослые побольше. Куда бежать? У нас дорожек семь, наверное. Вот. Я на одну воткнулась. Мне этот, как он говорит. Блин, учитель, назовем его. Типа, свали отсюда. Я на другое. Он, типа, тоже оттуда свали. Думаю, ну куда же мне бежать-то? Скажите мне, пожалуйста. Короче, прибилась к каким-то бабушкам такая. С бабушками. Гляжу, они мне тоже машут. Типа, с бабушками. Тоже нельзя. И вот что за фигня, блин. С бабушками тоже нельзя. Я такая у одной бабушки. Говорю, а куда же мне податься-то? Говорю, где свободно-то? Она такая, на самую середину. Ну ты, типа, там попробуй. Ну я на середину заплыла, в общем. Там тоже плаваю. Там быстро-быстро. Я-то... Вот так вот медленно мне надо. С толком, с чувством, с расстановкой. Не вот так вот, чтобы там все кипело. В общем, там парочка какая-то плавала. Я не знаю, что они там делали. Я к ним прибилась. В общем, туда-сюда сгоняла. Я думаю, нафиг пойду я отсюда. Потому что я плыву у меня то с одной стороны по заднице хлавусь, то с другой стороны. То я кому-то прям жук ногтями. Хотя у меня их особо нету. В общем, туда-сюда сплавала и ушла. Так вы не думайте. Еще все не закончилось. Я ушла в душевую. Ну и там очередь. В очередь, представляете, в душевую стояла. Одна девушка пыталась без очереди. Я ее не пустила. Я так, типа... Ну, передо мной еще женщина стояла. Я так, типа, культурно, но очень громко. А почему вы не зашли? Это же ваша очередь. Гляжу оттуда. Девушка вышла. А что здесь очередь? Она такая, женщина. Ну да. Я говорю, идите, идите. Я говорю, так иначе мы будем здесь стоять 3 часа. Без душа. Потный и вонючий. Вот. Такое вот приключение. Час пик. Все хотят заниматься спортом. Все хотят... А говорят, знаете... Нет, не говорят. А что же тогда творится перед летними отпусками? Если перед зимой сейчас... Что, к Новому году, что ли, готовятся? Вообще непонятно, что творится. Вот такие у меня были приключения в бассейне. Почему? Непонятно почему, но на улице очень много народа. Смотрите, там прям столпотворение. Куда-то все идут. Время у нас 8 часов, 9. Может, на прогулку все или куда. Но точно не с работы. Не знаю. Даже обычно у нас эти улицы просто такие безлюдные. А сейчас прям так вот... Такие люди везде кругом. Куда-то спешат. Девятый час. 8.15. Там вот бабушки все всегда сидят. Мне уже, наверное, с ними скоро надо будет здороваться. Потому что я каждый день мимо них прохожу. Они меня уже будут скоро знать. Я сейчас вот тут поверну. Чтобы их не смущать. А тут тоже до хера народу сидят. Сейчас вам покажу. Пока еще тепло, хорошо. Наслаждаются, скажем так, летними вечерями. Как, насколько тепло, хорошо. Но я так думаю, сейчас градусов 26. Если я не ошибаюсь. Но вот по ощущениям где-то так 26. Потому что я теплолюбивый человек. Видите, они сидят вот там. Отдыхают. Разговаривают. За вечерними беседами. Обсуждают свой прожитый день. Скажем так. Как я и обещала. Намазалась кремами. Иначе я не могу. Всю кожу стягивает. Я без кремов никуда. И не туда. И не сюда. У нас, знаете, там, кстати, в раздевалке. Женщины носят с собой целые баулы. Всякие кремами они сидят там. Намазываются. Вообще прикольно. Но они ходят группами с подружками. Там, знаете, и сидят. Лясы, точат там. Пока всеми этими кремами мажутся. Вот. Прям даже завидно. Да, я бы тоже так с кем-нибудь походила бы. С какой-нибудь подружкой. Но, к сожалению, они все либо заняты, либо еще что-то. В общем, я одинушенька. Ну, хоть так. Потому что еще у нас в это воскресенье будет такой маратон. Или марафон. Как он называется. В общем, против, не против, а, как бы сказать-то, в помощь, против рака. Просто против рака. Вот. Мы сегодня опять фоткались. Нас сказали, чтобы мы все в розовых кофточках, нет, майках пришли. Вот. И опять нас сфоткали. Буду смотреть. Может быть, в фейсбуке выйдет моя фотка. Еще вам покажу. Вот. Но так как я одна, мне скучно, я никуда не побегу. Там даже не бежать надо. А просто ходить, гулять. Ну, не ходить, бежать, конечно. Ну, там больше как для поддержки, скажем так. Ну, так как я одна, мне скучно. А с кем-нибудь я бы так запросто сходила. Но мне не с кем. Вот так. Нет у меня таких активистов, комсомолок. Поэтому как бы скучно. Одной, думаю, не пойду. Очень бы хотелось. Ну, да ладно. В общем, они по городу будут бегать, прыгать. Очень далеко. Почти весь город будут проходить. Поэтому завидно. Завидно. Ну, что делать? Может быть, найду кого-нибудь себе в пару. И на следующий год сделаем. Пробежимся. Посмотрим. Или я с кем-нибудь подружусь. Потому что всего лишь как бы они все группами. Ну, уже женщины такие, знаете, в возрасте. Как бы, ну, еще не подружились. Может быть, подружусь. Кто знает. И найду себе какую-нибудь компонент. И будем вместе бегать и болтать. Потому что, я так понимаю, у них там много всяких мероприятий. Будет в течение года. В общем, весело. Проводим время. Вот. Так вот, вкратце вам рассказала, что, почем и как. Буду с вами прощаться. Потому что время уже позднее. По телеку, как всегда, ничего нет. Пойду, наверное, в Ютубе что-нибудь смотреть в кроватке и засыпать. Встретимся с вами завтра. Может, будут краситься с вами. Так что, оставайтесь на связи. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И всем пока-пока на завтра. Пока-пока.